Участник команды КВН 60-х, команды КВН Московского инженерно-строительного института Геннадий Хазанов. Надо сказать, что вообще КВН сыграл дважды роковую роль в моей жизни. Дважды. Первый раз, это была середина 60-х годов, меня не принимали ни в одно театральное учебное заведение. И так получилось, что я поступил в Московский инженерно-строительный институт. И в то время игры проходили здесь, в этом театре. В этом чудесном, уютном зале в жюри входил замечательный режиссер Сергей Андреевич Каштелян. И Сергей Андреевич Каштелян увидел молодого человека, который выступал за команду МИСИ. А этого молодого человека за несколько месяцев, до того, как меня Каштелян увидел, в учебное заведение, это уже было даже не театральное. Потому что было так, вот театральное училище, кого не брали, шли в эстрадно-цирковое. То есть это вот уже был... Опять забыл это слово. Нынешняя молодежь называет это отстоем. Ну, извините. Короче, как говорит Александр Васильевич, засада. Абсолютная засада. И меня и в этот отстой не взяли. То есть уже, что называется, деваться было некуда, я пошел на инженера учиться. На инженера учиться не очень хотелось. В инженерно-строительном институте была хорошая команда, КВН. И я стал заниматься, естественно, своим прямым делом. И вот Каштелян меня увидел. И через несколько месяцев я еще раз пришел в эстрадно-цирковое училище. И Сергей Андреевич сидел в экзаменационной комиссии. И он сказал, в тот момент, когда я вышел, там несколько членов комиссии помнили меня по предыдущему году. И сказали, э-э-э, э-э, э-э. На что Сергей Андреевич Каштелян сказал? Не-не-не. И судьба была, в общем, моя решена. Но, но, значит, в чем еще такая была, такая загвоздка, я бы сказал. Как уйти из инженерно-строительного института, потому что там была военная кафедра? А в эстрадно-цирковом училище не было. И оттуда могли... Забыл опять это слово. А так не хотелось. Вот честно скажу. И вот экзамен, роковой экзамен. Основа строительного производства. А я так занимался КВНом, такое счастье, такая радость. Ведущий такой хороший. И он так за нас болел, как нам казалось. А тем, кто против нас играл, казалось, что он за них болел. Это всегда такое ощущение было, Александр Васильевич, что он всегда с каждой командой. И каждая команда думает, ну... Он так. И так же симметрично в другую сторону. Но это нормально. Это так должно быть. Итак, основа строительного производства. И я впервые пришел на этот предмет. Оказалось, что уже экзамен. И... Я взял билет. У меня в билете было написано «Канализация зданий». Основа строительного производства. Автор учебника. Интеллигентнейший человек. Лев, по-моему, Григорьевич Осипов. Ну, я сижу. Ну, я сижу, жду своей участи. И мне девушка с моего курса значит, задавайте вопрос. Чего ты сидишь? Я говорю, я не знаю, что делать. Она говорит, какой у тебя вопрос? Я читаю, канализация зданий. Она говорит, ну рисуй. Я же не знаю, что это целая наука. Я на бытовом уровне. То есть, как себе это представляю. С момента, когда покинул горшок, я... Я начинаю это тщательно... Торопиться некуда. Так, я еще набрался наглости. Тени накладываю. Тени накладываю. И потом, когда я это все художество закончил, я нарисовал трубу. И она прямо в край листка убиралась. Все. Сажусь к Осипову. Какой же наглый был, а? Вот ужас. И так, значит, двигаю ему листок. Он так отодвигает и говорит... И так тихо, даже голову не поворачиваю. Он говорит, это что такое? Я так обратно и говорю, посмотрите внимательно. Он так отодвигает и говорит, вы где это видели? Явно намекая на учебник, на схемы, на чертежи. Я так говорю, дома? Он берет так мою зачетку и говорит, у меня последний вопрос. Куда у вас все это уходит? Я говорю, а, в 25-ю квартиру. Почему? Я говорю, так я живу в 26-й. И в 26-й все, ухо и в 25-ю. Он говорит, бедная 25-я квартира. Взял зачетку, сложил ее и так вот бросил к двери, вот так вот. И она так проехала. Я так пошел за этой зачеткой, думая, что, может быть, как-то удастся все-таки уговорить, чтобы трех поставил. Я, когда нагнулся, он говорит, идите в 26-ю квартиру и больше сюда никогда не возвращайтесь. Знаете, наверное, сентиментальность – это свойство возраста. Ну, вот я смотрю на вас и радуюсь, что вот здесь такая молодая, здоровая энергия. Какое счастье, что есть такая игра. Вот вы посмотрите, сколько за эти десятилетия прошло разных придуманных игр. КВН пережил всех и я думаю, что КВН – это навсегда. Я очень хочу пожелать каждому сидящему здесь, чтобы через много лет на такой же встрече Александр Васильевич вас объявлял и вы будете выходить и рассказывать, как 40 лет назад вы начинали играть в эту замечательную игру. Я вам желаю всего самого хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...